Университетский день 42-й школы конференции Информационные технологии и системы прошел в КФУ В КФУ заработал регистр костного мозга Казан Дизайн Уик стал центром притяжения дизайнеров и архитекторов Университетский день 42-й школы конференции Информационные технологии и системы 2018 Совместно с Институтом проблем передачи информации РАН Проходит 26 сентября в Казанском федеральном университете Подробности с мероприятия смотри далее 26 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета Стоялось открытие 42-й школы конференции Информационные технологии и системы 2018 Которая организована совместно с Институтом проблем передачи информации Российской академии наук Это уникальная школа для обмена научным опытом И стимулирования новых идей открытий Молодые участники конференции обсуждают актуальные задачи Из разных областей знания Это школа конференции для молодых ученых Которая собирает ведущих программистов, специалистов во всех областях И молодых начинающих ученых, инженеров Тех, кто заинтересован информационной технологией Выездные школы дают возможность сверить часы, обменяться идеями Обнаружить неожиданные пересечения Не менее важно и перемещаться в неформальном общении Из-за чего школа не организуется в Москве, а в разных городах России Мы сотрудничаем с Казанским федеральным университетом уже заметное время Сотрудничаем прежде всего по линии исследований в области биоинформатики Наши биоинформатики здесь учебы всегда в Казани Очень приветствовали мы создание международного математического центра На базе Казанского федерального университета, состоявшегося в прошлом году И вот в этом мы привезли сюда нашу ежегодную традиционную школу конференции молодых ученых Работа 42-й школы конференции «Информационные технологии системы-2018» продолжится до 30 сентября Диана Шилова, Нарк Литьяров, Универ Ньюз Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан встретился со студентами КФУ Какие вопросы интересовали студентов, узнаешь в нашем сюжете В Казанском федеральном университете состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александра Шадрикова Со студентами Института экологии и природопользования КФУ С приветственным словом на встречу выступила директор института Светлана Селивановская Студентов интересовали вопросы о трудоустройстве в сфере экологии А также о мусоросжигательном заводе и системе обращения с твердыми коммунальными отходами Мне очень приятно, что когда студенты задают такие вопросы и акцентируют внимание свое Значит, за ними будущие и большие задачи, которые они будут решать уже в перспективе на этих плечах Для технической демонстрации возможностей студентам была представлена экологическая лаборатория министерства Для определения количества химических веществ в воздухе Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз Студентов Казанского Федерального Университета продолжают знакомить с кейс-задачами Что это такое и для чего они пригодятся будущим бизнесменам, расскажет наш корреспондент Бизнес-клуб Казанского Федерального Университета стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году Который был проведен Федеральным агентством по делам молодежи и запускает проект Старт карьера Я вижу большое количество студентов, это те, которые хотят поучаствовать в этом проекте Насколько я понимаю, проект позволяет студентам определиться в своей профориентации К чему они больше готовы посвятить себя будущей жизни, где они больше проявят себя Сотрудничество РУСФОНДА с Казанским Федеральным заметно крепнет Приятно отметить, что оно приносит пользу для населения целой страны Как начиналось это сотрудничество и каковы ближайшие его перспективы, расскажет Аделя Шамилова Когда у взрослого человека обнаруживается рак, это большое горе Когда страшный диагноз ставится ребенку, это трагедия К счастью, по данным статистики, злокачественные опухоли занимают весьма скромное место Исключение составляет разве что лейкоз или, проще говоря, рак крови При ряде заболеваний и прежде всего при раке крови Спасти жизнь пациента может только пересадка костного мозга В большинстве случаев это пересадка от неродственного донора Однако подобрать неродственного донора очень сложно Для каждого из нас генетически совместимым оказывается примерно один человек из десяти тысяч Чтобы решить эту проблему, в мире с 1974 года активно создаются регистры потенциальных доноров В России есть организация, способная решить данную проблему Ее название Русфонд Занимаясь поиском решения проблемы и искав партнеров по всей России Русфонд вышел на Казанский федеральный университет Сейчас обе стороны планируют реализовать совместный проект И открыть регистр доноров костного мозга Где потенциальные доноры смогут сдать клетки своего костного мозга Для своих генетических близнецов Национальный регистр костного мозга Идея создания его была Несколько лет возникла в благотворительной организации Русфонд И эта идея в том, что чем больше людей войдут в этот регистр И сделают анализ по подбору доноров костного мозга Тем быстрее будет людям, которые нуждаются в пересадке этого При онкологических заболеваниях найти себе подходящего донора У нас порядка 4-5 тысяч потребностей пересадок в стране И мы чрезвычайно благодарны Казани и Казанскому университету За то, что они откликнулись на наши предложения Казанский университет выбран в качестве партнера не случайно Наличие высокотехнологичной инфраструктуры, лабораторий, имеющих возможность проведения типирования образцов Стало одним из основных аргументов начать сотрудничество Формирование регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан Учитывая уникальное генетическое разнообразие населения Поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре найти неродственного донора Спасая тем самым сотни и, может быть, тысячи людей В Казани проект реализуется по следующей схеме Университет предоставляет техническую базу А благотворительный фонд обучает специалистов и выделяет финансирование И для того, чтобы создать этот национальный регистр Нужна была инфраструктура, которую Русьфонд искал в Российской Федерации И, к счастью, в Казанском федеральном университете есть такая инфраструктура У нас есть машины, которые способны на большое количество типирований На большое количество анализов проводить эти исследования И Русьфонд несколько лет назад обратился в КФУ, рассматривая нас в качестве партнеров Чтобы создать некое предприятие Сотрудничество между КФУ и Русьфондом будет крепнуть Русьфонд считает, что национальный регистр должен расти в пятеро быстрее, чем сейчас Надо довести прирост доноров до 50 тысяч человек в год И проблема тут не только в материальной базе, но и в самих донорах В России сотни тысяч людей готовы стать донорами костного мозга Значит, нужны десятки донорских центров Способных не только принять волонтеров на типирование, но и забрать костный мозг Донору должно быть удобно, центр должен быть под рукой Все эти и многие другие вопросы совсем скоро снова станут центром внимания в Казанском университете Уже в ближайшее время Альма-Матер посетит президент Русьфонда Подробности с визита которого мы расскажем вам в наших ближайших выпусках Казан Дизайн Уик 2018 объединил профессионалов сферы дизайна и архитектуры Участники смогли продемонстрировать свои самые нестандартные и смелые идеи Анна Глазунова познакомит вас с подробностями Стиль, моды и вкус для участников этого мероприятия не просто слова, а образ жизни 26 сентября в Казани стартовало уникальное событие в сфере дизайна и архитектуры Казан Дизайн Уик 2018 Основной же частью мероприятия стала выставка лучших студенческих работ профильных вузов Участие в котором приняли преподаватели и студенты Казанского федерального университета Разностороннее развитие сегодня студента-дизайнера является, наверное, успехом, залогом конкурентноспособности его на рынке дизайна На выставке свою коллекцию одежды представила студентка КФУ По просьбе ведущих одной из программ на ТНВ она создала яркие наряды, которые были бы интересными и необычными для зрителей Стилистически это нечто новое, то что возможно мы не увидим ни на улице и ни с экранов телевизоров Это некий такой фирменный стиль, который в одежде, который заявляет и на дизайн интерьера в самой студии В рамках Казан Дизайн Вик пройдут открытые лекции, семинары и мастер-классы от профессиональных дизайнеров России, ближнего и дальнего зарубежья Совершится неделя дизайна 29 сентября Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз Это были все новости на сегодня Береги себя! Пока-пока!